В Москве прошла презентация недавно образованного Всероссийского Совета православных объединений в защиту жизни. Гостями презентации стали участники московского фестиваля «За жизнь», собравшего более 500 представителей организации, занимающихся профилактикой абортов и защитой жизни детей на внутриутробной стадии развития. Эльвира Гордеева продолжит тему. Более 500 участников из 186 городов России, Белоруссии, Сербии, Италии и других стран в очередной раз собрались в столице России, чтобы выработать меры, направленные на защиту человеческой жизни с момента зачатия, оказания помощи беременным женщинам и семьям с детьми. Одним из мероприятий форума стала презентация социально значимых проектов, реализуемых в регионах. Так, например, психолог перинатального центра из Алтайского края Алла Лобанова представила аудитории авторский проект «Ответственное родительство», а в интервью призналась, почему ей интересны подобные фестивали, где собираются коллеги-профессионалы и люди смежной или родственной специальности. У психологов, особенно до абортного консультирования, происходит некое эмоциональное выгорание. То есть, когда ты каждый день ведешь, я не знаю, такую борьбу за жизнь, иногда ты сам просто бывает, что выгораешь. Здесь есть некая подпитка. То есть, когда мы рассказываем друг другу о своей работе, когда мы получаем какие-то новые знания, когда мы делимся своими, то есть узнаем какие-то новые пути работы, то это все, ну так скажем, какие-то жизненные силы придает, и такой новый глоток свежего воздуха, и ты уже едешь работать с новыми силами. Педагог-психолог Ирина Малюченко представляла на фестивале «Православный кризисный центр с верой в жизнь», организованный при Балашовском епархиальном управлении благодаря победе грантового конкурса «Православная инициатива» два года назад. Своё выступление Ирина посвятила социально-трудовой реабилитации женщин, находящихся на попечении центра. Мастерская для мам – это, ну то есть, как бы, именно возможность женщине получить профессиональные навыки. Очень часто женщина, приходящая к нам, не имеет эти профессии, она очень рано могла родить или просто выйти замуж, или не иметь возможности для обучения. Практически вот эти женщины-сироты, которые обучались в интернате, они не имеют навыков домашнего хозяйства, ведения. Как вот из каких-то небольших продуктов приготовить там пирог вкусный или какие-нибудь на скорую руку гостей как встретить. Подстричь своего ребёнка, чтобы не тратить много денег. Очень многие мамы приходят и хотят обучаться сразу трём специальностям. В рамках фестиваля уже на другой площадке впервые был организован круглый стол «Врачи за жизнь. Роль врача в прекращении практики искусственных абортов в России». Мы здесь собрали врачей из разных регионов, врачей разных специальностей, юристов, специалистов здравоохранения, специалистов благотворительной программы «Спасти жизнь», по которой мы работаем, работает наше движение. Это психологи, консультирующие беременных. Выступающие были единодушны в главном. Высокое призвание врача обязывает защищать и спасать жизнь человека с момента её зарождения. Но сегодня в системе отечественного здравоохранения врачи и медперсонал клиник оказываются часто, помимо их воли, вовлечёнными в практику искусственного прерывания беременности. «Мы здесь, на этом кругом столе, собрались на том, чтобы донести до врачей, до коллег, что это нормально – не производить аборты, работать, лечить женщин без плодия, принимать роды гинекологам, помогать какие-то ещё, решать медицинские проблемы. Беременность – не болезнь. Аборт – это не лечение. Аборт, наоборот, он имеет и психические, и физические последствия. То есть врач не должен вредить здоровью». Обладателями гран-при международного фестиваля стали кузбасские активисты Общероссийского общественного движения «За жизнь», поставившие на вершине Эльбруса миллионную подпись за запрет абортов в России.